Вот, собственно, ряд блоков под монолитным элементом. Сделали монолитное перекрытие, под ним один ряд блоков. Делать ли тут какую-то перемычку? В большинстве проектов пока рисуют, хотя я уже вижу, что просветительская работа действует, и иногда встречаются уже в готовых, ну, в нарисованных не мной проектах, такие перемычки. Значит, что здесь показано? Здесь показано, что блоки, которые висят под монолитным перекрытием, по сути, могут быть просто к нему подвешены. Они не работают как перемычка. Этот ряд блоков не обладает никакой несущей способностью, и не надо ее на него возлагать. Зато можно заливкой перекрытия поставить доску, ну, какую-то опалубку съемную, на нее разложить этот ряд блоков, набить в него нагели, ну, просто отрезки арматуры сравнительно небольшие, под разным углом к горизонту, поставить здесь несъемную опалубку, ну, либо съемную, поставить там слой теплоизоляции, все, что нужно по расчету, поставить опалубку перекрытия и залить монолитное перекрытие. Бетон охватит оголовки этих нагелей и примонолитит к себе надпроемный ряд газобетона. Потом снимаем опалубку перекрытия, снимаем опалубку из-под блоков и получаем монолитное перекрытие с рядом блоков под ним, то есть с работающей перемычкой. Вот пример, собственно, ошибочных решений. Стена хоть и несущая, но здесь нагрузка на надпроемную зону кладки равна нулю. То есть нагрузка сюда передается только от собственного веса кладки высотой в половину ширины проема. Тем не менее, в проект включили, на объекте отлили железобетонную перемычку высотой 250 мм. Тупой расход бетона, стали непроизводительный. Это следует считать ошибкой. Не просто неоптимальным расходом материалов, а просто ошибочным подходом. А здесь наружная стена, выполнен железобетонный обвязочный пояс под мауэрлат под стропильные системы. Пояс тоже сделан навороченным почти на всю толщину стены высотой 250 мм. И под ним, над дверным проемом, все равно увеличение толщины еще на целый ряд кладки. Вот это самая классика ненужного расхода железобетона, который, кстати, очень часто встречается в польских проектах. Польская практика проектирования из газобетона – это вообще ужас ужасный. Это такой перезаклад на перезакладе, такие мощные железобетонные включения, не выполняющие никакой роли, кроме возможности использования в проектировании подневольного труда двоечников. Я так понимаю. Потому что неосмысленные включения железобетона в каменную кладку. Вот это пример того, как у нас, ну это петербургская стройка в пригороде Петербурга, в Пушкине. Вот пример того, как бездумно используется железобетон и не используется возможность каменной кладки.